Звучит музыка Как-то я познакомился с одним парнем, лет 30, и по ходу разговора выяснилось, что у нас дача на одном дачном кооперативе. Парень долго ходил вокруг да около, а потом все-таки спросил меня, не замечал ли я в окрестностях что-нибудь странное? Когда я ответил отрицательно, он замолчал и попытался перевести разговор, но я уже был заинтригован и сумел вытащить из него умопомрачительную историю, после которой мне полностью расхотелось ехать на те дачи, да и вообще ночевать за городом. Далее рассказ ведется от лица парня. Мои родители купили эту дачу за довольно приличную сумму. Отжили в ней два сезона, благоустроили по мере возможности и разбили садик, и даже вкопали небольшой бассейн под яблонями. Но потом мать умерла, и дача была заброшена на пару лет. Со временем отец оправился и снова вернулся на дачу. Однако через 4 года умер и он. Нашли его в дачном домике с остановившимся сердцем. Сердечный приступ, так сказали медики. Я особо не интересовался дачей, но иногда заезжал туда по мере возможности, не давая ей приходить за пустение, и несколько раз проводил там ночь, либо один, либо с друзьями. Никогда ничего такого я за этой дачей и окрестностями не замечал. Однажды после тяжелой рабочей недели я решил провести выходные на природе и уехал на дачу. Субботу я провел валяясь на траве под яблонями и читая книги, а вечером устроил себе скромный ужин и просмотр трех с половиной каналов старенького телевизора. К моменту начала, написываемого ниже кошмара, стояла безветренная, но уже прохладная августовская ночь. Я выключил телевизор и раздумывал, лечь ли спать или еще немного почитать. И вот тут, посреди вселенской тишины, которую никогда не услышишь в городе, в дверь моего домика кто-то постучал. Вам станет понятен мой ужас, который скрутил мне живот и заставил похолодеть так, как никогда в жизни, когда я поясню следующее. Дверь домика выходила не в переулок, а в сад. Чтобы добраться до крылечка, нужно было войти на участок через калитку, проследовать по тропинке, окруженной сливовыми деревьями, и при этом обойти дом почти по всему периметру. Иного способа попасть к двери не имелось. Участок был окружен высокой сеткой, которую перелезть было невозможно, разве что перелететь. Я бы мог предположить, что стучатся соседи, но вряд ли это были они. Так как, во-первых, ближайшие соседи ночевали через два дома от меня, во-вторых, нормальные соседи все-таки постучат в освещенное окошко, выходящее в переулок, или покричат с улицы. А в-третьих, калитку я собственноручно закрывал на ночь на внушительный висячий замок с внутренней стороны. Так что, услышав стук в дверь, я испытал невыразимые ощущения, и, наверное, чуть не потерял сознание от нахлынувшего чувства страха. Пока я обо всем этом размышлял, стук настойчиво повторился. Я пересек комнату, где смотрел телевизор, зашел в комнатку служившую прихожей и замер у двери. На крылечке молчали, ни слова, ни шороха. Я собрал всю силу воли и дрожащим голосом спросил. «Кто там?» В ответ я услышал слабое неразборчивое бормотание и какое-то хихиканье. Было невыносимо страшно. Я подумал, что сплю, и мне снится кошмар. В голове от страха все помутилось. В глазах стоял туман, а в ушах звенело. Через секунд десять бормотание прекратилось, и я услышал чмоканье. Такой звук обычно производят при озвучке поцелуев в мультфильмах или в карикатурном кино. Я понял, что дело нечистое и надо как-то обороняться. Не знаю, какими доселе незамеченными силами, я оттащил от стену тумбочку и переставил ее в двери. На крыльце закопошили и стали непрерывно стучать в дверь в перемешку с более громким бормотанием и чмоканьем. Я выскочил из комнатки и понял, что в общем-то влезть в дом через два широких окна невероятно просто. Достаточно только разбить стекло. Единственным решением для меня оказалось забраться на чердак и втащить за собой лестницу, которая тоже была нелегкой, и которую я тоже неожиданно для себя поднял вверх за пару мгновений. Люк на второй этаж я прикрыл и ловко придавил лестницей и какими-то мешками с хламом. Оказавшись на чердаке и переведя дух, я смотрелся, отчаянно думая, что делать дальше. Стук в дверь не прекращался, остальные звуки также были прекрасно слышны. Летний домик строился из легких материалов с целью проведения досуга, но не обороны. В чердачном окошке, выходящем в сад, я увидел бледный свет и понял, что на крыльце у меня все еще включено освещение. Искушение было невыносимым. Я подпрыгнул к этому окошку, прислонился лицом к пыльному стеклу и попытался разглядеть, что происходит у порога. Саму дверь я не видел, но того, что я разглядел, мне хватило на всю жизнь. Я стоял на коленях, но мои ноги подкосились так, что я упал на пол и заплакал. На той части крыльца, что мне удалось рассмотреть, я увидел бесформенную темную массу, отливающую черной синевой в свете фонаря. Она словно клубилась и пузырилась, из нее постоянно тянулись какие-то отростки и снова исчезали внутри. Она пульсировала и волновалась, причем казалось, что эти волны не заканчиваются на объеме, а идут дальше по воздуху, отравляя ужасом все вокруг. Но это еще не все. Рядом с крыльцом в тени я увидел две замерзшие фигуры, нечеловеческие фигуры. Длинные, тонкие, без рук, похожие на гигантские спички, они слегка качались, как будто на ветру. Я не видел их глаз, но знал, что они смотрят на меня. Я отскочил от окна, упал на доски и заплакал. Я слышал, как стук прекратился, а дверь отчаянно заскрипела. Слышал, как что-то треснуло, видимо сломался дверной замок, и как тумбочка загремела по полу, когда ее двигали. Бормотание раздалось прямо подо мной. Через щели в неплотно пригнанных досках пола я увидел, что в домике погас свет, деваться было некуда. И тут во мне появилась обреченная решимость. В два прыжка я достиг окошка напротив, которая выходила в переулок. К счастью, она открывалась. Я плохо помню, как вылез из него, спрыгнул в землю в кусты жасмина и, вероятно, сильно поцарапался. Плохо помню, как перелез через калитку, скорее всего, перепрыгнул. Помню, что я бежал в переулок к дому соседей, в котором горел свет, и чего-то орал, ломился в калитку и боялся обернуться. На мои вопли вышел сосед, молча, без слов, тащил меня за забор, а потом в моей памяти случился провал. По-видимому, я впал в шоковое состояние, и обрывки воспоминаний довольно трудно уложить в нормальное повествование. Проснулся, вернее сказать, очнулся я у соседей на веранде. Сосед стоял и внимательно рассматривал меня. Я вспомнил весь кошмар, и меня начало подтряхивать. Сосед приказал мне встать и идти с ним. Вместе мы отправились к моей даче. Калитка была распахнута настиж. Дверь в дом выломана. Распотрошенная тумбочка плавала в бассейне в саду. В комнатах были разбиты все лампочки и электрические устройства. Люк на чердак был закрыт, но заляпан чем-то вроде высохшей слизи. Сосед опять ничего не сказал, а достал моток медной проволоки. Эту проволоку мы стали натягивать на уровне 3 см над землей по периметру участка вдоль забора. Под калиткой сосед приказал мне вырыть яму глубиной около полутора метров. Он сходил к себе домой и принес что-то в мешке. Содержимое мешка он закопал под калиткой. Что именно, я так и не смог разглядеть. Я потихоньку приходил в себя и попытался получить от соседа объяснение. Лучше тебе этого не знать. Больше такого не случится. Но попросил меня не выходить в полнолуние за пределы участка. Можно подумать, что у меня вообще возникнет желание провести здесь не то что ночь, а даже день. Кстати, проходя позже мимо дачи соседа, я разглядел потускневшую проволоку, бегущую вдоль его забора. Под воротами ничего необычного я не заметил. С тех пор я не ночую на этой даче и безуспешно пытаюсь ее продать. Несколько раз из другого города приезжал мой двоюродный брат и с моего неохотного разрешения ночевал на даче со своими друзьями. Над предупреждениями о чертовщине он только посмеялся и сказал, что я переутомился на работе. Ни о чем странном во время этой кутешки брат не замечал. А я начинаю думать, что инфаркт отца произошел отнюдь не по естественным причинам. Кто были эти существа, чего хотели? Чем больше я об этом думаю, тем хуже сплю по ночам. Впрочем, по прошествии трех лет я уже начинаю сомневаться в том, что это произошло со мной. Мне кажется, что я все это выдумал. Каким-то образом мой организм пытается защититься от шокирующих воспоминаний. Проволока в заборе в нескольких местах порвалась. Надо бы ее заменить. Только мне это кажется какой-то нелепой шуткой. И я оставлю все как есть. Мне очень хочется поверить, что ничего этого не было. Спасибо. 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 Спасибо.